Президент Таджикистана Эмамали Рахмон обратился к нации с тревожным заявлением. В своем традиционном обращении по случаю наступления месяца Рамадан таджикский лидер рекомендовал гражданам запастись продуктами питания и готовиться к защите суверенитета страны. Садыр Жапаров упрекнул Эмамали Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие слова президента вызвали возмущение во всем мире. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью агентству Кабар ответил на вопрос по военному конфликту в Украине и как к нему нужно относиться. Вопрос о том, изменит ли Кыргызстан позицию по украинскому вопросу, учитывая, что западные страны говорят о невозможности быть нейтральным и угрожают санкциями тем, кто заявляет о своей нейтральности, ответил, что оставаться нейтральным невозможно. Не только западные страны говорят, что невозможно быть нейтральным, но и другие говорят, что надо быть на той или иной стороне. Но это вполне возможно. Украинцы, белорусы, русские, так же как и крыгызы, казахи, узбеки, имеют один язык. Традиции являются братскими народами. Хотя сейчас в Украине это вызывает только возмущение. В какой-то момент они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили вместе, как единая семья, 70 лет в составе СССР. Можно сказать, что делили хлеб между собой. Конечно, потеря жизни с обеих сторон – это трагедия для всех нас. Без войны было бы лучше. Обе стороны имели равные возможности предотвратить войну. Однако обе стороны начали получать искаженную информацию. И в результате чего начался конфликт. И каждая страна должна занять свою позицию. Но многие этого до сих пор не сделали. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Обе стороны ввели президентов в заблуждение. Вместо того, чтобы пытаться остановить войну, лица, которые подкидывали дрова в костер, усиливают вражду. Наоборот, войны бы не было, если бы настаивали на выполнении минских соглашений. Его подписали не только Россия и Украина, но и Германия и Франция. А мы маленькое государство, у нас нет влияния. Выиграли бы они сразу, если бы мы поддержали одну сторону, сказал глава государства. О нейтральной позиции Кыргызстана по военному конфликту между Россией и Украиной Садыр Жапаров говорил и ранее. Целом говоря о внешней политике Кыргызстана, Жапаров сказал, что она одинаковая со всеми странами. Нам нужно позаботиться о том, чтобы избавиться от нашего внешнего долга и поднять нашу экономику. Вот почему нам нужно подписывать экономические соглашения со всеми странами, а не только США, сказал президент. В интервью глава Кыргызстана отвечал на вопросы, которые обсуждаются в обществе и волнуют многих. Но также он акцентировал внимание на то, что не все страны заняли определенную позицию, хотя это нужно сделать. Наверное, тут был намек и на Таджикистан, ведь Эмамали Рахмон так и не принял открыто какую-то позицию. В условиях крайне напряженной обстановки в мире необходимо быть сплоченными и бдительными, готовыми защищать суверенитет и безопасность государства. Когда политическая, военная, экономическая и социальная обстановка в мире крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная, серьезно ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе отдельных стран и устройстве их государственности, что побуждает каждого из нас быть сплоченными и обеспечивать безопасность государства и общества. И очень странно слышать от Садыра Жапарова высказывания по поводу минских договоренностей, если они сейчас, по сути, ведут скрытую войну с Таджикистаном, отстаивая каждый свои земли. Почему же Украина тогда должна отдать свои земли России, которая вторглась в суверенное государство? Ведь уже доказано, что ДНР и ЛНР финансировались Россией, то есть тем самым она вторглась в Украину еще 8 лет назад. Таким образом, Садыра Жапаров не держит нейтралитет, а явно занимает позицию России, тем самым поддерживая оккупацию территорий. Это и вызвало негодование у Таджикистана, который имеет претензии к своему соседу. С другой стороны, президент Таджикистана, говоря о защите суверенитета страны, возможно, имел в виду все еще реальную угрозу вторжения в страну талибов. Возможно, это связано с тем, что Россия аккредитовала представителя правительства талибов в Москве, о чем официально сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Тем самым Москва, по сути, признала правительство талибов, что, возможно, было расценено в Душанбе как своего рода угроза. Таким образом, Москва, которая установила хорошие отношения с талибами, может сделать Таджикистан еще более зависимым от России. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.